Парам руды в одиночку. Это уже можно сказать, что какой-то культ для игроков, помимо ЛВК, в другом клане запускать вместе с сокланами или же в одиночку КВшку. Я таким промышляю уже 4 или 5 месяц и как видите все очень успешно. Блестящая руда просто нафиг уже скоро будет не нужна, а сияющей как было мало, так и осталось. Разработчики конечно урегулировали это ивентом и магазином, но нам же хочется больше. Все герои погибли и мы даже не сможем забрать ТХ. Да, переоценил конечно я Рашера. Бабам, смотрите какой мячик просто божественный был сейчас, да? Будет очень круто если вы поставите лайк и подпишитесь если еще этого не сделали. Это первый ролик настолько длинный на моем канале. Всем здорова друзья, с вами Тим и это новое видео по игрушечке Clash of Clans. Очень давно я не записывал КВ и ЛВК, поэтому в этот раз я решил в один ролик запихать сразу же все 3 КВшки, которые я буду пускать во время ЛВК. Ну и лично своими аккаунтами. Я думаю это будет интересно, ролик получится длинным. Ну и кто-то возьмет для себя пользу и увидит как раз таки пользу моих Рашеров или же интересные атаки СТХ-16. Возможно интересные атаки СТХ-12. Я не знаю что подбор мне даст, поэтому только лишь вы будете знать в ролике который я смонтирую и вы увидите сразу же результаты 3 КВшек и я надеюсь это будет интересно. Если же будет очень много лайков, то я смогу сделать знаете что? Просто следующее ЛВК заместить в один ролик. Там будут атаки из Академа, из Сосновы. То есть все 7 войн. Этот ролик будет просто часовой по ЛВК. Этот клан я создал еще месяца 2 или 3 назад и он скоро уже будет третьим левлом, хотя я играю тут 5 на 5 или 10 на 10 с Акланами и не более. Так что этот клан останется как раз таки для фарма руды. Возможно с Акланом когда-то пригодится, если я закончу вот так вот формировать руду. А возможно и мне пригодится. Короче говоря клан такой не лишний, хотя проще было бы найти клан 10 уровня, чтобы подкрепдовать себе. Но когда ты назвал его и создал сам, как бы приятней все таки. Короче говоря, меньше слов, больше дела. Как я сказал, эта рубрика нацелена на интересные атаки, интересные исходы войн. Возможно это будет тотал на тотал, возможно это будет доминаться в мою сторону. Мне просто интересно, насколько эффективен подбор с вот такими вот рашерами. То есть, чтобы вы понимали, это абсолютный фулл ТХ-16. После этого ТХ-16 рашер. Ну, совсем скоро будет еще и третий номер тоже ТХ-16 рашер. То есть, насколько это все повлияет на баланс и в какую сторону, в мою или же в соперника сторону. Ну и посмотрим вообще, буду ли я тащить с таким составом КВ-шечки. Как вы понимаете, ключевое звено тут играет первый номер. Потому что, что ТХ-12, что ТХ-15 рашер, что ТХ-16 рашер. Все будут абсолютно всегда забраны на три звезды. А вот этого вот молодого человека, чтобы забрать, нужно очень сильно постараться. Сегодня я буду атаковать своими дефолтными миксами, чтобы вы понимали, как обычно у меня проходят КВ-шки и ЛВК. По-простому, ничего сложного, замудренного и так далее. На самом деле, мне просто лень переваривать микс на всех аккаунтах. Поэтому, будете смотреть на это. Естественно, если я буду бить сразу же ТОПа и пробью его на три звезды, вы сразу же поймете исход этой войны. Поэтому, будет небольшая интрига. И на данный момент у меня зеркало четвертый номер. Скорее всего, ТХ-12, ТХ-14 не сможет осилить, но попытаться, я думаю, стоит. Так-так-так, бам-бам-бам, накидали. Шикарно. Кстати говоря, я не переживаю за атаки, потому что у меня есть рашеры, которые с легкостью могут забрать вот этого номера, еще и выше забрать смогут. Так что, ну ничего страшного, в этом абсолютно нет. Так, накинули немножечко дракончиков, чтобы первую секцию пройти. А после этого вот так вот докидываем, получается, дракончиков. По верхней части у нас пойдут шарики. Также сюда шарики. Сюда вот рейджика. Вот то, что адское, загорелось сразу же изначально на камне, это вот хреновенько, я вам скажу. Потому что мы могли такой грязи с камнем сделать, это просто жесть. А так, ну грязи не получится, как вы понимаете. Да. Так, давайте на центр, наверное, рейджика набросим. Там у нас электрик, он может бам-бам-бам накидать просто тычек приятных, очень бодрых таких, веселых. Но что-то как-то не накидал, слушайте. Ну-ка давай, дракончик. А, ну он сейчас, кстати, тычку не пробьет, да? Ну да, видите, ратушу мы даже не смогли забрать из-за того, что дракончик просто загрелся не на том, что нужно. Да и соперник сам по себе, это явно не ТХ-13 даже по прокачке. Это ТХ-12+++. Ну потому что еще и ратуша с ядом, кстати говоря. Плюс у меня хранителя нет. Был бы хранитель, я бы с легкостью его забрал бы. Про своего пятого номера я совсем забыл сказать. Это балансовый такой номер, можно сказать. То есть получается, что у меня выходит. Низ слабый, верх слабый, середина, ну что-то ближе к фулу. То есть не доначу. А вот топ у меня получается самый сильный. В итоге из-за этого я хочу как-то балансить подбор в мою сторону. В этом и есть, кстати говоря, задумка. Как видите, я зеркало, к сожалению, со своей основы не смогу пробить. А вот этого вот типочка прям с легкостью я даже не буду думать. Потому что, ну блин, ну ТХ-9. Я ее с ТХ-8 могу забрать как бы вообще сейчас с легкостью. Так что вообще пофигу. Просто вот так вот делаем. Я просто демонстрирую, как я буду забирать данного номера. Может даже тарантула сюда закинуть. Ну и естественно много мозгов не надо, чтобы вот так вот все раскидать. И забрать данного соперника. На этом аккаунте ситуация с рудой такая же. На ТХ-12 у меня абсолютный фулл снаряжение. И блестящей руды уже скоро будет опять переполнено. А вот сияющей как не было, так и нет. Моему варвару достался также второй номер. Я все же привык атаковать зеркалом. Ну а так мог бы, конечно, сосновый его просто бахнуть и все. Но тут я прикольнулся с того, что здесь есть дырочки веселые и классные. Так что почему бы не попробовать его снести обычным десантом и просто варварами. Вы знаете, как это получается. Как это красиво выглядит. И задумка у меня тут есть интересная. Такая прям. Я бы сказал даже лучше. Короче говоря, давайте пытаться что-то сделать. Жаль, конечно, что из воздушного у меня нифига ничего нет. Но как бы да ладно, да. Правильно. Так, бам-бам-бам. Здесь еще, кстати, ловушки не прокачаны у него абсолютно. Так что не заставит труда нам забрать данного соперничка. Самое главное, инвизы вовремя подкидывать. И вообще все будет замечательно. Так, бамс, вот так вот. Жаль, что у меня, конечно, рванули какая-то часть лучниц. Лучниц, что-то я как-то там запоздал немножечко с взрыванием, получается, дирижаблика. Но да ладно. Так, закидываем вот сюда вот все, чтобы сманить, получается, сюда электрика в правильном. Да, сюда же закидываем хранителя. Тоже пускай помогает понемножечку. Варварянцев подбрасываем. Вот здесь вот с дырочки закидываем вот так вот прям варваром, чтобы пройти и просто взять и выкосить монолита, который в дефе достаточно опасный. Так, дракошек мы с вами забрали. Королева, конечно, пострадала немножечко. Кстати, хран у меня со сменогом. Вот это вообще прикол. Я что-то и забыл, что он у меня на предзаход идет. Ну ладно. Тут такой, знаете, соперник, что тут никакой нафиг предзаход не нужен. Это просто, я не знаю, даже варвар может осилить зеркало, чтобы вы понимали. Вот так вот мы, смотрите, еще бам с щитиком бабахнули. Да вообще легчайшая. Баса такая, конечно, что закрыты все секции и для варваров не очень. Но, как вы видите, они тут нафиг не нужны. Мы просто возьмем, все прожмем и дотрешим данного соперника. Это легчайшая. Аккаунт путь рашера у меня тоже сильно не эволюционировал. ТХ-15, конечно, он, но все равно я до сих пор играю драконами. Вот такой вот у меня состав. И, как вы понимаете, зеркало атаковать, ну, это просто смех. Ну, а кому еще, правильно? Поэтому приходится бить. Раз, два, три. Вот сюда вот раз, два, три. Ну и куда-нибудь раз, два, три. То есть самая базовая такая стратегия, которая тащит при любой погоде вообще всегда и везде. Будучи там ТХ-14 или ТХ-14,5. Вот фул ТХ-15. Да, я понимаю, что я не осилю, потому что у меня даже животных еще нету. Да и плюс снаряжение уровня ТХ-11 где-то плюс-минус. Так что, ну, сильно я высоко не вижу смысла нападать с этого аккаунта, пока я его не подкачаю. Вот полноценное действие вы уже увидите, я так думаю, где-то через, ну, скажем, месяца через три. Ну, может быть, два, ладно, окей. Вот так вот просто два рейджика закинули. Хотя, что вы, вы хотите на это наблюдать? Вот серьезно. Вам интересно, как ТХ-15, ну, ладно, ТХ-14, окей, издевается над ТХ-13? Да, конечно, хотя, что, да, конечно, это даже не фулловый ТХ-13. Ну, я сильных, сильно стратегий тут придумывать и не стал, как бы. Все равно все драконы останутся живы даже при сингл адских героях у меня, как видите, тоже мощненькие. Ну, короче говоря, это издевательство. С этого же аккаунта издеваемся над четвертым номером и переходим уже к топу. Ну и момент истины, смотрим первого номера. А это копия того же, кого я и атаковал. Он просто плюс-минус похожий. По прокачке такой же рашер, такой же слабый. То есть, скорее всего, даже если он заюзает зельки на героев, на войска, маловероятно, что он что-то покажет. Это обычный электровод рашер. То есть, ничего у него, стратегий там никаких не будет. Поэтому, при любом раскладе, если подбор будет всегда таким в каждом КВ, то я буду, благодаря своей основе, просто-напросто побеждать. Ну и это, конечно же, покажет практика. Надо будет еще парочку запустить. Как раз-таки вы в этом видео все эти подборы увидите. И поймете, что этот подбор будет работать с вот этими вот рашерками с первым левелом дефа. Выглядит устрашающе, согласитесь. Потому что все горит пламенем. И тут просто, если я сольюсь, это можно удалять игру. Вот реально. Это... ну ладно, если вылетит интернет, фиг с ним, можно понять. Но если вот просто напасть на вот такого рашера и слить, это я не знаю, насколько нужно быть ракалом. Ну хотя, для меня это обычное состояние. Ну ладно. Так, я дожидался момента, пока королева лучниц дойдет до монолита. Вот так вот сделать. Вот так вот тоже сделать. И все. И забрать его благополучно. После этого накинем туалет вот сюда куда-нибудь. Также поможем, я думаю, ведьмочками. По этой стороне вот так вот закинем одну лесную всадницу. И я так полагаю, что вот так вот тоже корешков закидываем. Кстати говоря, можно вот так вот, смотрите. Оп! Ну-ка, орел, стоять! Одну тычку, ладно, успел сделать. Закидываем храна. По этой стороне чемпионку. Сюда же закидываем короля-королеву. И целую кучу вальченций. Вот так, бам-бам-бам. Ой, я тряс, кстати. Два тряса у меня было фига. Ну ладно, тут вообще пофиг. Я даже не хотел готовиться на этого соперника абсолютно. Ну вы должны понимать то, что как мне можно тут слиться? Вот реально. Тут Unreal слиться. Вообще, ну никак здесь невозможно слиться. Здесь такой соперник, что даже если ты будешь, я не знаю, атаковать с закрытыми глазами, ты будешь побеждать. Давайте прожмем хранителя, что ли. Для разнообразия атаки, так сказать, да? Да тут чемпион с королем, мне кажется, в соло раскидают полбазы. Ну нафиг прожимаем все. Бам-бам. Там такой бац подходит к середине катки, да? Ну, точнее, к середине карты. И бац, у тебя все войска погибли, да? Такой. Ну это был бы, конечно, лютейший неждан, я вам скажу. Но нет, такого тут просто не будет, так как это... Рашер. И войска, сам видите, запас просто нереальный. Здесь такое ощущение, как будто я сейчас, знаете, проатаковал какую-то ТХ-6. Или ТХ-7 с ТХ-16. То есть просто все скидал в одно место, бац, треха, получилось шикарно круто. В итоге получается, что это тотал в первой войне. Что-то не обновляется долго, конечно. Ну а соперник я... Ну, Рашеров он закрыл, но я смотрел атаки там кое-как. Будем ждать результата. Не буду как бы сразу же говорить, что я победил. Все-таки не принижаем способности нашего соперника. Вдруг он покажет результат. Уже началась вторая война. Атаки я еще не проводил ни с одного аккаунта. И вы сейчас смотрите середину ролика. Поэтому сразу же вам показываю подбор. Я сломал подбор в Clash of Clans. Потому что... Ну, как бы все к этому идет. Если что, я показываю. Как бы. Вот прокачка моей основы. Дальше листаем. Ну, как бы аккаунты, которые с легкостью заберет даже ТХ-13 какой-нибудь. Там ТХ-12 даже возможно. И это понятно. Но топ всегда будет не закрыт. Если, конечно, попадется какой-то Кипер ТХ-16, который под бустами сможет снести мою основу. То возможно. Но не тут-то было. Я видел атаки вот этого вот Человекса. Как бы. Он атакует драконами. И у него даже не 320 мест в лагерях. А прокачка героев оставляет желать лучшего. То есть... Я не знаю, когда он возьмет трешку. Возможно, когда-нибудь там на Новый год. Где-нибудь. Как-нибудь. Короче, не знаю. Это будет просто фиаско. Если он возьмет трешку с моей основы. Но если мы полистаем дальше, то мы поймем, что здесь вообще. Вот это вот чудо. Потом вот это вот чудо. Короче говоря. В топах дело. И в итоге я сломал подбор как? То, что у меня внизу стоит ТХ-3. Который. Ну, балансит подбор. Скажем так. Слабой прокачкой. Ну и плюсом ко всему. Есть еще вот такие рашерки. Которые тоже балансят. Напоминаю, что Варвар у меня находится на уровне ТХ-14. Ладно, пускай будет максимум. А вот этот же аккаунт. Конечно, я сейчас уже повыставлял. Дефенс. И он где-то на уровне ТХ-13. ТХ-13.5. То есть баланс КВ, ну скажем так, средний. Даже очень слабый, я бы сказал, не считая мою основу. Ах да, прошлую войну чувак понял, что шансов нет. И поэтому он попросту основу не атаковал. Хотя максимально странно. При проигрыше он максимально формануть смог бы с моей основы. А зачем вот этих вот бить было неизвестно. Начну пробивать со своего мелкого аккаунта. Сразу же поплачу, что у меня всего один герой. И это ЛВК я отыгрываю с одним героем. Спасибо разработчикам, что мы не можем играть. И при этом каждому герою по 20 левлов качать. Точнее играть без героев. И с этим ничего не поделаешь. Рубрика не должна стоять. А медальки ЛВК получить хочется. Поэтому будем с одним героем закрывать только ТХ-11. Надеюсь, это получится сделать. Если не получится, придется Рашеру забирать этого соперника. Ну а тут как бы все просто. Естественно, вы должны понимать, что стратегию свою я изменить никак не смогу. Играя без героев. Поэтому самый оптимальный вариант это драконы. Все правильно. Так, ладно. Закидываем королевку куда-нибудь вот сюда. Кстати, у меня на ней фуловое снаряжение. Кстати говоря, самый прикол, что у меня фул руда на этом аккаунте. Кроме сияющей. И фул снаряжение. То есть я полностью прокачан. Но при этом воспользоваться этим не могу. Разработчики просто реальный гений. Добавили очень много интересных снаряжений. Но воспользоваться ты им не можешь. Потому что у тебя всю жизнь герои стоят на прокачке. Чтоб вы понимали. Хотя вы и так меня понимаете. Наверняка, кто играет без доната. Или вообще просто кто играет в Clash of Clans. 10 уровней героем. Это по 6 получается дней. Это 60 дней. 2 месяца. Всего 10 уровней. Это кто без доната играет. Ладно, я понимаю. Когда вот книг там целая куча в ивентах дается. Но тут-то нифигашеньки нету. Но это просто диагноз. Реальный какой-то. Так, какая получается. Юзать вообще не буду. То есть оставлю на вторую атаку. Или вообще куда-нибудь оставлю. Но ТХ-11 естественно. Даже и без героев можно забрать. Это и так понятно. Супер-пупер-мега атака от Варварианца. Сейчас посмотрим, что сможем сделать со вторым номером. Но я думаю, что тут я сольюсь. Потому что, ну что-то как-то стратегия тут по-моему не заработает нифигашеньки. Закидываем вот так хранителя. Вместе с его способностью балдежной, молодежной. И немножко помогаем Варварианцами. После этого забрасываем вот так вот дирижабля. И совсем скоро мы уже с вами прожмем хранителя. Прям под бомбочку офигеть. Блин, ну жаль конечно, что на мартиру сработала способа. Но там без вариантов, господа. Так, вот здесь лопаем получается дирижабль. Закидываем рейдж, закидываем клон, закидываем... Ай-яй-яй, срочно! Успеть, успел, ладно. Окейушки. Закидываем еще один инвизик. И про хранителя я уже забыл. Я его потерял, господа. Ну там просто без вариантов, реально. Так, закидываем еще инвизиц. И сейчас бы нам еще монолитика, господа, забрать. Вообще великолепно будет. Прям шикарно, я бы сказал. Ладно, поехали. Король, королева. Немножечко в роли танков и поступают у нас варварианцы. Забираем скелетиков еще в придачу. Ну и чемпион у нас пойдет, скорее всего, по верхней части. Там, где королевка. Тут помогаем еще варварянцами. А еще вот так... Э, крыса-то, уса-то! А че я не понял? Драконы прилетели, елки-палки. Вообще осуждаю вот такое движение. Но получается у нас сейчас будет прожатие, получается. Пф, лол. Так, ладно, вот так вот делаем. Одного сюда. Так, 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 срочно. Ну-ка. Ой, шикарно! Смотрите, сейчас пенальти просто лютейший будет пенальти. Смотрите. Бам-бам сейчас и все, смотрите. Смотрите, вообще прям огонь. Смотрите, оп, и все, нет уж, вряд ли, шикарно. Обожаю этого варвара. Обожаю вообще варваров. И обожаю вообще этот аккаунт. Да, обожаю с этого аккаунта играть. Вы не представляете. Просто смотрите, бам, с трехочковой сейчас будет на адскую. Которая нам типа мешает, но по факту нет. Смотрите. Чипок, чипок и все. Все! Просто, просто офигительно. Так, делаем вот так. Прожимаем героев. Ну, короче, что-то даже не почувствовал. Я-то думал, будет посложнее, но десант залетел просто великолепно. Лол, я только сейчас заметил. Он ломился ко мне в клан. Я что-то как-то даже и не придал этому значению. Титанс. В клане он находится. И это он как раз таки. Он хотел случайно или с крысой как-то вступить ко мне в клан. Затарить мою базу. И попытаться снести на трешку. Нет, чувак. У тебя не получится этого сделать. 100% это будет победа. Я просто вот вам продемонстрирую, как он сносил мою базу варварианца. Ну, как бы, вот адекват. Вот как это в голову может прийти? Он заюзал бусты, ладно. Хил плюс драконы. Ну, слушайте, в этом КВ я даже можно сказать, что зеркалом забирать могу соперника. Жаль, конечно, что не доначу у нас с прокаченными... Точнее, с прокачивающимися героями. Ну, вот третий номер, ну, как бы, тоже должен быть легчайший. Тем более, я уже на рашере ТХ-15. И, ну, не должен вообще почувствовать. Я стратегию, конечно, не продумывал, как всегда. Но это база. Сами понимаете, это дефолт. Смотрите, раз, два, три. Потом идем куда-нибудь, я не знаю. Ну, вот сюда давайте, раз, два, три. Ну, и куда-нибудь вот сюда, раз, два, три. И все, как бы, вообще великолепно, прекрасно. По центру сразу же закидываем двух героев. С какого-нибудь угла, например, так, так, вот сюда дракона. Вот сюда, например, дракона в парочку. Если что, адские заберу шариками. Камнебросатель тоже, пускай потихонечку летит. Наслаждается полетом. Авиалиниями Рокоссовского, да. Так, закидываем сюда вот шариков. Закидываем один рейдж. Хранителя не забываем, господа подписчики. Опа, а что у нас там случилось с королевой? Что-то я смотрю, смотрю, как-то она быстро бам-бам и погибла. Бывает. Ничего с этим не поделаешь. Бывает, окей, ушки. Закидываем вот сюда рейдж, чтобы вытравить быстрее адскую, быстрее вражеских драконов вытравить. И я думаю, что... Прожатие, как вы думаете, нормально будет в данном случае? Я думаю, что стоит подождать. Кенгаречка давайте прожмем. И прожатие тут, скорее всего, сделаем прям под ратушу. Да. Ну, тут просто незачем, как бы, получается раньше времени прожимать. У нас драконы полностью живые. Плюс мы сейчас только будем ловить ловушки. Так как это база заточена, что будут нападать со стороны ратуши. И типа здесь раскидали целую кучу ловушек. И драконы здесь погибнут. Да. Но не тут-то было. Переигран, чувачок. Я ТХ-15 рашер, как бы, со стратегиями, поэтому даже не почувствовал. В этот раз, как вы видите, я закрыл тоже обычным миксом с драконами. И знаете, я тут варю микс, как бы, он варится 45 минут. Хотел проатаковать землей. Но зачем, когда и обычными драконами можно с легкостью стести соперника? Тем более, если так посмотреть, то разнообразие аккаунтов у меня внушительное. И все миксы плюс-минус разные. И из-за этого получается разнообразие. Тем более, когда с Сантой перестраиваешься, тут же играешь с Десантом, с каким-то, там, ясминогом на Варваре. Тут же перестраиваешься на фулловый аккаунт. Потом играешь с драконами на мелкой ТХ. Потом играешь с Рашера. Короче говоря, мне пока что этого достаточно. Но на Третью Войну я уже постараюсь сделать еще интересней что-то. Возможно, даже специально фаново. Пускай я там проиграю или проатакую хреново. Но я думаю, что разнообразие миксов тоже стоит замутить. Как вы видите, вот эту вот красоту, это обычный спам. И вообще, ну просто даже думать тут не надо. Вот реально против такой прокачки. Но это просто клиника будет, если я начну думать, как бить вот такого вот соперника максимально слабого. Смотрите. Бамс. После этого берем молнию. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Сразу семерочку закидали. После этого направляемся в какой-нибудь угол. Закидываем туалет. Закидываем парочку ведьм. Закидываем одну лесную. Парочку валькирии. Этот угол подчищается. Сюда Игоречек, королева. Парочку валик на того, чтобы Кинг у нас никуда не свалил. Хотя он уже сваливает. Крыса усатая, волосатая, полосатая. Осуждаю Кинга на всякий случай. А, и королева еще сейчас свалит, да, в придачу. Да. Классно, классно. Вражеский Кингс. Спасибо. Я тебя люблю. Я тебя обожаю, Кингаречек. Короче говоря. Ладно. Чемпионочка сюда у нас полетит, господа. Предлагаю вам зафрезировать какую-нибудь область. Например, вот эту вот, что ли. Точнее, застанеть. Валькирии давайте подбросим немножечко. Скоро будет прожатие Кин. Хранителя. Да. Хранителя. Такс. Хотя, можешь вообще никого не прожимать. Чисто ради прикола, да. Ладно. Хранителя прожму. Просто сама анимация хила. Мне так нравится. Импонирует. Просто по-лютому. Да. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Это, конечно, жестко, господа. Видеть такого соперника в зеркале, это, конечно, прям, знаете, счастье какое-то для фуловых аккаунтов, которые даже не почувствуют такого соперника. Ну, просто все лесные всадницы живые. Стратегии никакой нету. Я вот даже в моменте могу прожать просто всех героев, и эта база просто щелкнется, бамс, и все, ее не будет. Вообще. Прям вообще исчезнет эта база. Прокачка решает. Я даже хилок не скинул. Хилки. Это 14 мест же, да, насколько я помню. Хилочек я бы накинул. Тогда вообще ни одна лесная всадница бы не погибла. Пускай это будет пека-хил, короче говоря. Смотрите, фуловые хилочки просто, не знаю, секунд за 10, наверное, могут полностью отхилить пеку. Это ж круто. Это ж просто офигительно. Так, лесные всадницы поломали забор в центре. Буду комментировать абсолютно каждое действие. Королева сегодня не бьет забор. Ну и на этом, пожалуй, остановимся. Ладно, короче. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все. Просто. Фуловый, ака-фуловый. Топ разрушен. Да. Ну, получается, одного бомжика осталось открыть. То есть, точнее, закрыть. Открыть-закрыть. Короче говоря, легчайшее КВ. И прошлое легчайшее КВ было. Можно сказать, за 5 атак с легкостью можно сделать тотал. Неплохая попытка была только лишь с одной королевы затащить фулл ТХ-12. Но хотя бы еще Кинга, и тогда было бы точно трешка. Ну вот я и закрыл с Варвара последнего уже соперника. С основного аккаунта просто фарману. С Рашера тоже фарману. Ну и в целом, все КВшки, точнее, две КВшки, которые сейчас есть, они простые. Теперь осталось только лишь закрепить третьей КВшкой. Во время ЛВК я успею еще соло крутануть КВшечку. Кстати говоря, у этого клана была серия Побед 8. Сразу же извиняюсь перед ним. Но, как вы поняли, я сломал подбор Clash of Clans. Третье КВ уже стартовало. Начинаю я со своего мощного аккаунта, где только один герой. Кстати говоря, еще один скоро проснется. Но да ладно. Короче говоря, вот такой подбор сразу же показываю. Честно, я удивлен максимально. Вот чего-чего. Такого поворота я не ожидал, что чувачок тоже прошаренный. И вниз ставит слабые ратуши. Там ТХ-6, 7, 8 какие-нибудь. Также ТХ-3. И вверх получается, что у него сильный. Но вверх получается только сильный один человек. И вот такая вот картина, что против меня тоже фул ТХ-16. Тяжело, честно. Тут уже есть вероятность слить как у него, так и у меня. Ну и я ожидал, честно, поворота такого, что 3 ТХ-15 фиг с ним. Там 1 ТХ-16 и 2 ТХ-15 тоже ладно, рашеры. Но вот чтобы так вот судьба повернулась, это неожиданно. То есть, как вы понимаете, все-таки подбор может быть... Ну, скорее всего, он в мою пользу получается. Я так думаю. Потому что все же ратуши-то по уровню у меня больше, как бы. Да, естественно, это ратуши, которые он заберет даже с ТХ-14, скорее всего. Хотя нет, с ТХ-12. Да, ТХ-14-то по-любому заберет. А вот ТХ-12, ну, я не знаю. Возможно, тоже заберет, но постараться ему придется. Ну, короче говоря, сложность будет заключаться сегодня только в том, чтобы затрешить его и ему затрешить меня. Ну и я не знаю, как получится. Короче говоря, начинаем с самого сложного. Не будем ничего там варить КК. Короче говоря, сложный микс у меня уже готов. И сложный соперник тоже уже на подходе. Зачем я скидываю еще три молнии? Если ему хватает всего двух, елки-палки даже. Смотрите, оп, оп. Смотрите, а он КК, интересно, закинул? Нет, надо будет проверить. Я что-то даже забыл проверить. Ну-ка. Ага, КК все-таки имеется на базе. Так, ну, неожиданно, слушайте, КК все-таки имеется. А вот больше интересно, что он закинул основе своей. Все-таки у него есть ТХ-14, чтобы закинуть КК. А у меня, к сожалению, нет. Потому что, что Рашер, что Варвара, там, ну, ничего нету, как бы, войска нулевого уровня. Поэтому тяжело себе закинуть мощное КК. У меня просто там лет големы третьего, четвертого уровня. У него, кстати, еще и клан десятого уровня. То есть, максимальные войска он может закидывать себе в КК. Обидно. Так, вторая атака тоже. Быстренько, прям со старта, быстренько начинаем, быстренько оттащим. Ну, потому что, вы понимаете, да. Тут, как бы, рисковать вообще, ну, невозможно. Да, поэтому просто на энтузиазме залетаем и сносим соперничка. Что касаемо основы, перевариваться я уже не буду, как вы понимаете. Ну, нет смысла, вот, реально. Все-таки, раз уж я привык этим эмиксами бить, я буду ими продолжать бить. Тем более, ну, не хочется экспериментировать в таком случае. Все же, шанс того, что я сольюсь, очень большой. Это все же основной аккаунт. Это фуловый ТХ-16. И слить просто вот так два пальцами. Бам, щелкнул и все, и слился. Поэтому рисковать не хочется. Ну, самых сложных соперников, как вы видите, я закрыл с легкостью. Сложных соперников с легкостью. Надо будет записать. Вообще, идеальнее было бы напасть на третьего номера с этого аккаунта. И показать вам скилл, как я на ТХ-12 атакую. Но, ввиду отсутствия героев и того, что на ТХ-12 качать героев очень долго и очень много. К сожалению, это видео получается вот таким вот. И без нормальных атак на ТХ-12. Хотя, это нормальная практика. Ведь вы знаете, что я рашер. Обзавелся просто одними рашерами. Даже основа у меня когда-то была рашер. Сейчас, конечно, фул. Но, по факту, это КВ, можно сказать, состоит из одних рашеров. Пуст после аппаратушек, к сожалению, закончился. Поэтому приходится юзать заклинания. Но, что второго, что третьего, я буду закрывать со своего рашерка. Варвар пока что подождет. Все-таки там есть вероятность, что я смогу закрыть первого номера. Ну, с Варвара, конечно, честно скажу, здесь база такая, которая с Варвара, ну, никак не возьмется. Тут очень много секций. И, ну, десант тут как бы тоже никак не прокатит. Потому что база анти-десант, анти-спам. Хотя, с основного аккаунта я все равно буду бить эту базу спамом. Но это вы узнаете уже чуть попозже, что я придумал и как буду уничтожать данную базу. Сейчас же давайте, я думаю... Ну, давайте налегке, короче. Начали мы это видео налегке, поэтому будем продолжать так же налегке. И закрывать вот этих вот ботиков. Как раз таки раз, два, три. Потом раз, два, три. Ну, и самое последнее. Раз, два, три. Да и с этой стороны я и нападу. Какая разница, да? Тем более, какая имеется. Кстати, я КК даже не буду использовать на этого соперника. Оставлю лучше на следующую атаку. На второго номера. Все. Закидываем, короче говоря, вот так вот пачку драконов. Закидываем так же шариков. Хотя надо было чуть пораньше. Но да ладно. Так, кинг живой. Сейчас уничтожим КК. Давайте сюда, наверное, еще и рейджика заюзаем, чтобы как можно скорее у нас драконы устремились вперед. А так же они не устремятся вперед, потому что все что-то как-то, знаете, свернули немножко. Ага. Прожимаем хранителя, потом это будет бесполезно. Сейчас мы все равно заберем и королеву, и ТХ, и сейчас еще и шарики натворят делов под поражатием хранителя. Про чемпиона я вообще забыл даже, зачем, какой чемпион. Ну, ну зачем вот реально чемпион против ТХ-12. Так, прожимаем, прожимаем. Ну и как я и говорю, с КК войска юзать не будем. Оставлю, пожалуй, на ТХ-14. Конечно, это видео прям блещет тактиками, да. Рашер на то и рашер, чтобы не заморачиваться с атаками. Просто в эту пачку закинул драконов и все. Ну и пока, честно скажу, не очень хочется. Я на сегодняшний день на этом аккаунте не открыл даже... Короче, я не помню, что я там не открыл. Ну, короче, войск тут вообще нету. Питомцев тоже нет. И снаряжение не прокачано. Поэтому что-то крутое, что-то годное придумать я точно не смогу. Второй номер сразу же аналогично будет уничтожаться. Даже не будем продумывать тактику. Кому она нафиг нужна, правильно? Тактика для слабаков. Так. Но я вам предлагаю тут снести еще... Хотя, кого я предлагаю? Или подождите, получится. Ну-ка, королевка. Так, она сейчас пойдет вниз, да, скорее всего. Ай, она свернула. Ну ладно, фиг с ним. Тогда не будем подгадывать данный момент. Забираем ПВОшечку. Также забираем вот эту вот ПВОшечку. Раз, два, три. И я думаю, что вот сюда раз, два, три. Все, короче говоря, шикарно, замечательно. С этой стороны закидываем Кинга. Закидываем Королеву. По верхней части начинаем небольшой предзаход в виде трех драконов. Исполнять. Так, Кинг у нас быстренько пробьет секцию забора, так как он тут слабый. Мы подберем, я думаю, немножечко дефа. И после этого уже начну заход драконами. Ну и плюс еще левую, точнее правую часть подчистим. Так, ладно, прожимаем Кинга. Снаряжение, к сожалению, на нем очень такое слабое. И он у нас погиб очень быстро. Но Королева справится у нас, я думаю, и с Кингом вражеским, и с Орлом. А Орел уже все. Орел уже все, господа. Так, закидываем вот так вот шариков еще к центру. Закидываем вот сюда вот это. Чемпионка. Чемпионка. Ну давайте в Саппорт тоже шариком закинем. Вот сюда вот это вот закинем. Рейдж, скорее всего, пойдет после взрыва... Ну, скорее всего, после взрыва Камнебросателя. Куда накинуть фриз, пока неизвестно. В КК у меня тут шарики, поэтому идеальный вариант будет вот сюда накинуть Рейджика. Ну просто великолепно, согласитесь. Так, давайте тут подфризим немножечко. ТХ подфризили, Адскую подфризили. И сейчас у нас войска устремились близко к ратуши. Ну прям ХП у них, слушайте, вообще ноль просто. И Адская прям... Точнее, Адская ФТХ высасывает прям... Прям будь здоров тогда. Вот сюда бы героя какого-нибудь, который... Который все сдохли. Что просто? Все герои погибли, и мы даже не сможем забрать ТХ. Да, переоценил, конечно, я Рашером. Такой момент переживаешь даже больше, чем атакуя в ЛВК. Потому что все зависит от одного аккаунта, от одной атаки. Если не забрал, а тебя при этом забрали, то все, из-за одного аккаунта ты проиграл. Поэтому нападаем. Правильно, правильно, правильно нападаем. Короче говоря, что будет, то будет. Я уж как смогу, затащу, не затащу, не знаю. Но постараюсь сделать максимально все красиво и выгодно для себя. Так, закидываем сюда вот туалет, закидываем парочку ведьм. В этот момент перенаправляемся вниз, закидываем тряс. И вот так вот 7 молний. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Шикарно, мы там все снесли. После этого нападаем вот с этой стороны. Почищаем немножечко уголочек. Закидываем также хранителя. Почищаем, я говорю. Все, почищаем, закидываем хилочек. Ну и так как у нас уже все почищено, закидываем героев по этой стороне. Вот это вот. Закидываем вот сюда корнюшечки, чтобы благополучно там все снести. Естественно, у него в КК гребани сидят вот эти вот, как они называются, льдышечки. Да, которые прям очень сильно тормозят атаку. Но да ладно. Нам в целом это не должно как-то сильно помешать. Так, в этом моменте нам желательно бы поражать хранителя. Потому что две бомбежки, плюс целая куча всего там было по дефу. Так что это была обязательная ситуация. Так, по правой стороне чемпионка пока что живет и кайфует. Наслаждается, так скажем, прогулочкой, да, своей сольной. Но, к сожалению, скоро лиса у нас уже погибнет. Это печальная новость, я вам скажу. Но бывает, что уж поделать там. Правильно. Так, давайте прожмем, наверное, чемпионочку. Лучше сейчас, чем никогда. Потому что, ну, блин, всякое бывает. Сейчас там бомбы всякие. Ну, любимая ситуация моя, когда там всякие бомбочки мешают нашим хогам, да. Корней остается все меньше. Прожатий больше, кроме как кинга и королевы, не имеется. Ну, и центр лишь только нам остается схавать. По идее, под перчаткой мы очень многое можем натворить. Но я, честно скажу вам, не очень приятный. Ба-бам! Смотрите, какой мячик просто божественный был сейчас, да. Мне кажется, это просто эталонный мячик. Плюс королева в центр подошла. Там вообще огненная, я вам скажу. Вообще прям понравилась. Так, опять я-то ТХ. Ну, очень все заторможено, конечно. Для зачистки юнитов вообще не осталось. Вот только в Вальчире одна. И, по идее, сейчас будет еще Савенок один. Так, ладно. Я думаю, прожать пора королевку. Конечно, сейчас мы с целую кучу бомбочек словим. Но да пофиг. 45 секундочек, господа. Вот честно, вот эта вот ситуация меня очень сильно пугает. 40 секундочек очень пугает меня в том плане, что есть вероятность 99%. Но вообще королева живая. Я надеюсь, 23 секунды хватит, чтобы королева добежала до... Пожалуйста, не бестия, но... 17 секунд. Я надеюсь, что вот она здесь не тупанет и не начнет бить стену. Ну, вроде она умная сегодня, разумная. 12-10 секунд. Все. Я доволен. Я очень доволен. Самая коронная атака, коронный момент полностью удался. Радует, конечно же, то, что если даже он сделает тотал, все равно это будет ничья. И... Но это не будет считаться поражением. Поэтому при любом раскладе я как бы в плюсе. Короче говоря, предлагаю вам даже без клановой крепости напасть на эту бедную ТХ-14, так как... Ну, ТХ-14. Ёлки-палки. Чё она может сделать вообще? Сейчас, прикиньте, да? Такой бат залил атаку. Это будет мега эпик. Монолита тут, кстати, не имеется. И трясы я взял. Хэзы зачем? Точнее, молнии. А, кстати, мы без тряса же сможем снести, да? Вот, например, какую-нибудь... Ну, я думаю, что рисковать и скидывать как раз-таки на орла без толку. А вот какие-нибудь арбалеты забрать, я думаю, прям с легкостью. Вот так, смотрите, оп. Потом ещё вот так, оп, оп, оп. Всё, шикарно. Забрали. Великолепно. Можем, кстати, ещё и осадку оформить куда-нибудь балдёжную. Вот сюда вот это вот. Осадочка. Ой, чё-то она как-то долго прогружалась. Ну, ладно. Сейчас мы сюда запускаем кингарёчка. Также хилочки. Ой, хилочки. Хилочки полетели. Полетели. Вальчири сюда вот таких вот. Я думаю, что корень закину чуть попозже, повыше куда-нибудь. Он там будет эффективно работать и себя чувствовать. С мышки, конечно, максимально неудобно атаковать. Прям вроде тыкнул, а вроде и нет. И фиг поймёшь. Так, АК вылезло. Это самый печальный момент. Потому что нам нужно с ним быстро, прям максимально расправиться. Давайте даже прожму хранителя под хилом. Мы сейчас быстренько всё это оформим. Тут давайте вот так вот закину. Обманул чемпионку, получается. Лол. Так, два фреза остаётся на базе у меня. Мы сейчас разбираемся с... Блин, я думал, кинг пойдёт на вторую адскую... Окей, окей. Всё моментально быстро переигрывается у нас и работает так, как мне нужно. Хотя тут никакой интриги быть не может. Потому что... Ну, сейчас увидите, короче говоря, что будет после прожатия сразу трёх героев. Вот, смотрите. Вот просто берём, смотрите. Раз, два, три. Фрезик вот такой бамс. А какой фрезик? И зачем вообще его накинул? Не знаю. Ну, короче говоря, легчайшая для величайшего. Сколько уж мы стен перекопали, обалдеть. Если бы было бы задание там в играх-кланах каких-нибудь, уничтожьте стены. То я бы прошёл его, наверное, за один раз. Однозначно красиво. Неприятно, конечно, что Рашер пока что не может забирать какие-то слабые ТХ-14. Ну, такое бывает. Вообще, миксом по себе бомжатский был. Но обидно. Реально на душе осталось, что с первой атаки я его не снёс. Тотал оформлен. Теперь ожидаем результата от него. Сейчас же мне остаётся только фармануть с Варвары. И... Всё. На этом аккаунте фармить не нужно. Только с Варварянца фарману. И буду получать свою заветную руду. И, кстати говоря, сейчас я уже переключусь в Академ. Потом в основу будем ещё атаковать в ЛВК. Это, так скажем, бонус. Но на этом фарм заканчивается, как бы. Потому что КВ-шку я больше в соло крутить не буду. Вы примерно поняли, какой подбор. Вот, честно, последний подбор максимально странный. И я удивлён от него. В основном я думал, что я буду в плюсе. Но в этот раз, как видите, против меня всё же попался фулл ТХ-16. Но, не забывайте, что Рашер скоро будет таким же. Ну, можно сказать, по снаряжению, по войскам, как и моя основа. И у меня будет шанс перестраховаться. И закрыть второй раз какого-то чувака. То есть, этот аккаунт будет такой же, как и основа. Всего лишь нужно будет заюзать парочку зелек. И он будет такой же, как и основа в атаке. В депфе, конечно, будет слабый. Но при этом есть вероятность мне закрыть с этого аккаунта на трёху того же самого первого номера. Соперник не стал тянуть с атаками. И уже есть результат. И несмотря на то, что у него всего 5 атак. Моего первого номера он не закрыл. Всего 2% зарешало. Это нечто. Если бы у меня было бы фуловое кк, а не третьего-второго уровня, было бы намного лучше. Но, в целом, как вы видите, результат всё равно дал плоды. Почему я переживал за атаку? У него почти 5000 звёзд. А как бы у меня в три раза меньше. Ну, ладно, в два раза меньше. И поэтому я ожидал, что это какой-то кибер-атакёр, кибер-квэшер. Но, на самом деле, это какой-то кибер-нуб. Потому что он забустил войска баночкой. Также героев зачем-то забустил. И спамом кое-как выбил 98%. Он не забрал два важных дефа. Поэтому это не на тоненького. Там оставалась рикошетная пушка и адская башня. Как я сказал, это будет мини-бонус. Я покажу ситуацию в ЛВК. Что в академе, что в основе. Начнём, конечно же, с академы. Первая квшечка у нас получилась неплохой. Выбили большое количество звёзд. Естественно, тотал тут никакой не будет. Потому что подбор тут какой-то максимально странный. Преобладающее большинство у нас тут ТХ-13. Есть немножко ТХ-14. И низ человек 10, это ТХ-12. Но соперники, как видите, в основном ТХ-13. И поэтому с тоталами тяжело. Рашер на этом моменте у нас стоял 27-м. Не доначу 26-м. Это я к сведению, на каком месте стоит мой рашерок. ТХ-15. И что он себе может позволять. 27-й номер. Листаем на вторую войну. Тут у нас тоже, хотел сказать, победа. Но, к сожалению, в одну звезду мы проиграли. Есть косячки небольшие. У соперника тоже были. Мы бы могли бы победить. Но, к сожалению, такова реалия, что проиграли. Но тут у нас до сих пор путь Рашера 27-м номером. Не доначу 26-м. Ну и, как видите, закрывает он намного ниже себя. Третья война у нас уже победная. Короче говоря, остальные войны будут все победные. Тут у нас уже варвар. Точнее, какой нафиг варвар? Путь Рашера перекочевал ниже. Но, все же, заметим, что 21-й номер это тоже ТХ 13, пускай. Потому что по дефу тут то ли ТХ 12, то ли ТХ 13. Но, ратуша 14-я. Короче говоря, тоже Рашеры были. И закрывает он зеркало. Ну, потому что других номеров больше не было. Поэтому я закрывал зеркало. Ну и ниже вроде как я скакнуть уже не смогу. Хотя, вот, кстати говоря, 10-го номера я тут закрывал. Но мы тут прям вообще нормально так понабрали. 86 звездочек. Шикарный результат. Пятая же война у нас. 70 плюс звезд. Приятненько. 21-м до сих пор я стою. Недоначу у нас не сильное. А, недоначу вообще убрали. Потому что я количество звезд набил. И нет смысла мне стоять без героев на ЛВК. Все логично и правильно. Мой косяк. Я там немножко неправильно все скинул. У меня в итоге вылетело. Короче, горят маски максимальные. Но я там, короче говоря, максимально косикнул. 21-м я до сих пор стою. Закрываю тут уже полноценно 10-го номера. Причем с большим запасом. Ну и последняя КВшечка. Седьмая война. Конечно же, я бы хотел вам показать интересные атаки. Но тогда ролик будет, не знаю, 5-часовой какой-нибудь. Но если, конечно, этот ролик наберет очень много лайков, то следующий сезон я уже сделаю не в соло КВшку, а именно обзор атак в ЛВК. Что со кланов, что с основы там свои сделаю обзор атак каких-нибудь. Короче говоря, 2 клана, 30 человек тут играет ЛВК. Точнее, вообще 45 играет. Плюс есть основа. Если вам интересно, то я обязательно это сделаю. Тут же я стою уже таким же 21-м номером. Зеркало у меня такое же. ТХ-13. Ну и общая ситуация на данный момент на войне вот такая. Да, мы будем апать Хрусталь первый. Шикарно, великолепно. Хоть этот клан и будет побеждать все войны, но, как видите, звездочек они выбивают почему-то мало. Поэтому количеством звезд вот таким вот мы с легкостью, можно сказать, апаем Лигу. В Академии мне осталось провести атаку только с Рашера. И на этом все. Тут с атаками закончено. С КВ соло тоже закончено. Короче говоря, можно выдохнуть. Я уже нашел, кого я буду бить. 16-го номера могу себе позволить и забрать. Потому что это Твинг Саклана. И, короче говоря, я уже могу железно на него нападать. Так что поехали. Просто быстро и трешечно. Надеюсь. Просто я не хочу нападать на сильного соперника, так как не хочу опять ложануться. Как вы видели, с этого аккаунта в КВ соло я, ну, немножечко, так скажем, ложанул. И поэтому хочу реабилитироваться и затрешить соперника. Поехали. Раз, два, три. Шикарно. Сюда тоже. Раз, два, три. Ну и к королеве. Раз, два, три. Ну, конечно, мы ее не снесли, но да пофиг. Фиг бы с ней. Правильно. Так. Кинг. Королева. По этой области закидываем дракошечек. Так, и сейчас мы будем уничтожать чемпиона, скорее всего. Давайте поможем, наверное, Кингу, иначе он быстро погибнет. Так как чемпионка просто из-за запора фигачит по нему. И он уже, уже так нормально просел, конечно, по хп. Так, закидываем также шариков. Закидываем чемпионку, скорее всего, по этой области. Рейджик давайте тоже на заход. И фризить, я думаю, что будем чистильщика чуть попозже. Пока что его не трогаем. Так, хранитель, продвинься, пожалуйста, вперед. Я тебя прожму. Да, вот сейчас давайте. Бамс, прожимаем. Камнебросатель полетел отсюда. Прожатие сработало идеально, гениально. Давайте рейдж заюзаем. Конечно, глупо юзать рейдж на хране. И при этом еще и обычный рейдж. Но тут без вариантов, скажем так. Давайте, короче, уже что-нибудь зафризим. А то что-то фриз висит, висит. А у нас герои погибают, погибают. Что-то как-то вообще не дело. И драконы погибают. Ёлки-палки, что за дичь? Что за дичь? Блин, драконы. Какого фига они так быстро погибать начали? Еще сейчас и чемпионка погибнет. Но это капец, конечно. Слушайте, я что-то как-то не хочу сливаться. Я вижу, драконы внизу имеются на базе. Но, блин, как-то обыдно, слушайте. Как-то все погибает быстро. Неужто нужно переходить на другую стратегию? Драконы уже даже не могут слабые ТХ-14 закрывать. Но это вообще не дело. Короче говоря, запас нулевый. Но будем считать, что я реабилитировался и взял на трешку. Как вы видите, ситуация тут такая, что без разницы, сколько звезд набьет второй клан, мы все равно победим и апнем Хрустальную Лигу 1. В основной клан я уже перешел. И для начала предлагаю вам посмотреть две атаки с Варвара и с Крахом. Ну да, кстати говоря, Варвар в ЛВК и это очень странно. В этом и проблема, кстати говоря, нашего ЛВК в основе. Но к этому вернусь я чуть попозже и расскажу, в чем как раз таки беда. Но для начала мы с вами проатакуем тут. У меня, кстати говоря, в зеркале ТХ-14. Я очень удивлен этому. Но какое есть, как бы, да, получается. Так, что я хочу сделать? Я хочу просто залететь десантом с какой-то из сторон. И вот так, смотрите, хоп. Ну и шариком пульнуть, да. Короче говоря, вот здесь давайте, наверное, дропнем его. Вот так закинем. Вот так закинем. И вот так вот закинем. Все, шикарно. Так, надо бы помочь. Надо было изначально нам, да, как бы, хранителю. Но что-то мы об этом не позаботились. Опа, опа, опа. А куда мы это убежали? А куда мы ушли? Это печально. Это очень печально. Ну ладно. Как-нибудь сейчас мы сэкономим жизнь. Возможно, даже лучницам. Все, я больше инвиз уже юзать не буду. Ай-яй-яй, я королева. Точнее, какой нафиг королева? Хранитель, елки-палки, прям нарвался на королеву вражескую. Ладно, по двум сторонам вот так вот потихонечку накидываем. Тут у нас уже ТХ активировалось. Вот так, смотрите, одного нападающего накидываем. Чемпионка по верхней части пойдет. Мы сейчас еще из КК встретимся. Вот это, конечно, жестко. Так, помогаем вот здесь варварянцами. Тогда получается. Хранителя мы уже снесли. Теперь благополучно сносим ратушу, чтобы под яд наши варвары не попали. Да, вот так, смотрите, хоп-хоп. Помогаем еще варварянцами. Так, чемпионка пока что живет. ТХ мы забрали. Теперь бы нам еще забрать остатки. Смотрите. Или нет, пока не смотрите. Резко как-то я передумал. Оп, чуть-чуть промазал инвизом. Ну ладно. Засейвил чемпионку. А зачем я ее засейвил, если можно уже все прожать абсолютно и сделать трешечку с этой слабой ТХ-14. Да, легчайшая, конечно. Но, честно, пошло что-то у нас вообще все не по плану. Краху достался вот такой вот соперник. Честно говоря, желания тут что-то продумывать нет, так как ситуация в ЛВК ужасная. И будь что будет реально. Но нацелен, конечно же, на три звезды, потому что микс проверенный. И работает почти всегда. Так что, ну давайте попробуем. Поехали. Я взял вот такой вот составчик. Это стандартный. Правда, здесь молнии на одну поменьше. Но этого будет достаточно. Все просто и банально. Закидываем вот так одну валичку. После этого закидываем казарму. Чуть я забыл ее как-то поменять. Пекушки вышли. Две ведьмочки. Перемещаемся в центр. Закидываем вот такой тряс. Закидываем вот такие вот молнии. Чтобы сейчас у нас хилы никакие не прибежали. В виде строителей, да. После этого вот так вот, смотрите, хоп. Морозим, я думаю, вот эту вот область. И закидываем вот так вот лесных всадниц. Закидываем также хилочек, королеву, кинга, хранителя. Ну и скорее всего чемпионку. Тут просто без вариантов. Валькирии полетели, поползли. Не знаю кому как удобней. Короче говоря, мы еще и кинга тут выгрызли. Вообще офигенно, слушайте. Так, я предлагаю вам прожать как раз таки способность хранителя ближе к центру как-нибудь там. Возможно, не знаю. Но тут, честно говоря, не очень удачная ситуация у нас была. И вообще сейчас у нас неудачная ситуация, я вам скажу так. Но, блин, придется как-то прожимать что ли сейчас или не сейчас. Не знаю. Давайте, наверное, вот сейчас вот прожму хранителя. Просто ситуация такая, что и чемпион как-то у нас ничего не творит. И кинг, я не знаю, сейчас прожмется ли он прям возле ТХ или же нет. Ну, скорее всего, да, прожмется. Вот как раз таки мы вот так бамс. Просто шикарно. Шикарно однозначно. Королева с Орлом расправится. Кинг расправится у нас с ТХ. Ну и останется лишь только добить какую-то часть дефенса. Несильного, я бы даже сказал. Хотя, какой нафиг не сильного, если он реально сильный дефенс. Давайте, я думаю, вот здесь пушечку вот эту вот зафризим. Иначе она прям сейчас делов натворит капец каких. Пушечка-то, конечно, прям жесткая. Да. Скорее всего, сейчас будем спасать еще и королеву. Я это уже оформил. Скоро будет прожатие. Я думаю, даже лучше сейчас я сделаю прожатие. Иначе мы адскую нифигашечки не заберем, господа. А адскую нам надо любой ценой забирать. Все. Все абсолютно потрачено. В запасе остается 2 пеки, 4 лесных всадницы, хранитель. И королевушка. Шикарно. Трешечка залетела 100% на 50 секунд. Более чем достаточно, чтобы добить данную базу до 3 звезд. Ну, а вот такая вот у нас общая картина. В прошлый раз мы апнули Лигу Мастеров 1. И резко пожалели об этом, потому что состава полноценного для ЛВК у нас нет. И, ну, примерно где-то до 6 номера это более-менее прокаченные ТХ-16. И то давайте откроем, например, вот 5 номера. Посмотрим его прокачку. И увидим тут башни лучниц 19 уровня. Бомбежечки вот такие вот. Ну, забор. Ладно, более-менее. Короче говоря, до фулл ТХ-16 или даже до фулл ТХ-15. Как бы тут очень далеко. Плюс ловушки тоже качать. Короче, много всего прокачивать. Соответственно, вы должны понимать, что состава у нас как такового нет. Кстати говоря, если вы фулл ТХ-16 или фулл ТХ-15 или перешедшая ТХ-16, можете подавать заявку к нам в клан. Мы обязательно ее рассмотрим, потому что нехватка, очень большая нехватка сейчас таких игроков в Clash of Clans. Я не знаю. Мне кажется, развитие у игроков закончилось примерно на ТХ-13. Их очень много. И Академ у нас переполнен. А вот основа по составу, как видите, очень ужасная. Дни рашеры, даже варвар и то существует у нас на ЛВК. Ну и как-то делает трешки. Не знаю как, но получается. Короче говоря, ситуация такая, что первую войну мы слили. Вторую войну мы тоже слили. Причем, знаете, это такая борьба, можно сказать, неравная. Потому что с нас с легкостью берут трехи. И даже мою основу частенько закрывают. Я не знаю, там повезло, по-моему, просто. Но в основном мою основу не берут на три звезды. Максимум двушка там, однушка с процентом бывает, короче говоря. Тут нам, можно сказать, просто повезло. Мы вот эти две войны как-то с горем пополам выиграли. Последнюю войну, сразу же, небольшой спойлер. Мы тоже выиграем, потому что клан там совсем слабый. Тут мы выиграли с запасом три звезды. А вот пятая война, шестая война, ну это просто издевательство полнейшее. Меня опять закрыли нафиг. Вот третьего номера не закрыли, там повезло. Шестая война, то же самое примерно. Поменьше, конечно, звезд, но тоже. Блин, что-то я тут хвалю свою базу. И меня в итоге три раза подряд на трешке закрывают. А некоторые базы не закрывают. Ну, очевидно, что нужно искать расстановку. Но смысл от твоей расстановки, если у нас низ вот такой вот, то есть очень слабый. Кто-то даже атаку не проводит, но это кикни мы однозначно. Нафиг такие игроки не нужны, которые неответственно относятся к ЛВК. Ну, потому что страдает весь клан. Мы, конечно, в этот раз уже не сильно пострадали, так как очевиден результат и итог. Короче говоря, нет состава. Нефиг апать лигу. Лига Мастеров 2 для нас была самой идеальной. Мы там занимали от первого до третьего места. Ну, а тут, как бы, один игрок нифига ничего не решает. Нужны фулл игроки. Причем с руками прямыми. Где-то, ну, штук 12, хотя бы 10. А у нас, блин, тут с шестого номера, с пятого номера уже рашеры. Полу-рашеры, ладно. Поэтому не хватает состава. Вот и весь ответ, почему мы проигрываем это ЛВК в Академии. Я не знаю, с какого места снижается лига. Но, скорее всего, шестое место это уже будет слив лиги. Либо же с пятого места. Короче говоря, не помню. Но, скорее всего, топ-5 мы не сможем занять. Будем шестое место. Потому что этот клан, я так думаю, победит этот клан. В итоге они получат еще плюс 10 звезд. Но, если же они проиграют, то мы выиграем последний клан. Вот этот вот. Потому что они совсем нубы. Мы получим плюс 10 и, соответственно, займем пятое место в ЛВК. И, по-моему, с пятого места нас не сольет на Лигу Мастеров 2. И это будет приятный бонус. А вот к следующему ЛВК мы уже будем готовиться. На этом моя история ЛВК и КВ заканчивается. Теперь можно отдохнуть и не катать на три клана, получается. Аккаунтов реально слишком много. Все нужно развивать. Везде нужна руда. Если бы не вот эта вот руда, то я бы не играл бы КВ и не играл бы на других аккаунтах ЛВК. Лишь только из-за руды звезд. И там ресурсы. Оттуда вы нафиг не нужны. Нужна лишь только руда. Ну и вы, естественно, кто так делает, тоже, скорее всего, делайте это ради руды. На сегодня ролик заканчивается. Как я сказал, если вам будет интересна такая тема и такие длинные ролики, то в следующий раз я уже сделаю полный обзор интересных атак в ЛВК, в Аскадемии и в Основе. И, соответственно, это будет как раз-таки длительный такой же ролик. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...